Всем привет! Решили наконец-то выпустить еще одно видео. Уже прошло два месяца, как мы выехали с нашего города, с Авдеевки. И когда выезжали, пришлось в попыхах собирать вещи. И когда собирался, сразу понял, что нужно захватить с собой Microtik Hub и SXT 2. Пятые, к сожалению, остались на крыше. Не получилось их вовремя снять. Ну, так получилось. Вот мы выехали и могу сказать, что они нам пригодились. Мы уже два месяца пользуемся интернетом. Нам его предоставляет бесплатно, безвозмездно наша соседка. Ей огромное за это спасибо. Дала пароль от Wi-Fi. И мы с помощью этого Microtik принимаем. И этим раздаем уже по своему зданию. Сейчас хотим переделать немножечко крепеж. Потому что до этого он лежал на подоконнике, болтался. И сигнал постоянно падал до 5 мегабит. А если, например, на прямой видимости хорошо, то, в принципе, 30 даже до 50 мегабит прокачивает. Ограничение уже идет именно по тому роутеру у соседки. У нее стоит не сильно хороший NETIS WF2780. Мне не сильно понравился. Это по кабелю прокачивает 100 мегабит, а по Wi-Fi максимум 50 раздает. Вот сейчас мы это все подключим. Вы немножечко посмотрите, как мы это настроили. Сейчас мы сделаем кронштейн для нашего SXT 2. Чтоб он уже не лежал на подоконнике, а нормально висел на фасаде. Более-менее симпатично. И давал нам хорошую скорость. Приступим. Итак, что мы будем делать? Мы нашли кусок полосы. Немного квадратной трубы. Хотим просто приварить уголочек и прикрутить под навес наш. Ничего сложного. Когда уезжал в Савдеевке, с сердцем почуял, что нужно взять с собой свой любимый инструмент. Макита, все, что я до начала войны собирал, покупал и хорошо, что взял. К сожалению, остался велосипед мой крутой еще в Авдеевке и моя машина. И забрать уже не получается их. Ну, печально все. Но зато есть инструмент. Благодаря ему можно еще и пошабашить здесь под заработать денег. Приступим. Продолжение следует... 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 так мы подключили наши sxt 2 и два способа подключения получается если у вас и ноутбук например или стационарный компьютер для настройки в первую очередь вы можете кабель вот этот желтый наш подключить в lan порт нашего ноутбука и произвести настройки ну я предварительно настройки сделал чуть потом их покажу вам как же сделали мы мы сделали sxt 2 у нас имеет уровень лицензии 4 и на нем настроена как режим роутера он раздает нам dhcp адреса на все наши подключения ноутбуки телефон и тому подобное микротик вот этот хаповский он у нас просто работает как свитч обычный и плюс раздача вай фая именно по зданию можно сделать чтобы хав раздавал уже интернет и dhcp но нет смысла тоже прям куча вот этих настроек просто сквозняком получает раздает оттуда интернет в давайте чтоб проверим скорость опять что мне не нравится это конечно наши вай фай вай фай всегда режут скорость как бы мы это там не хотели там пишут 500 мегабит вот смотрите сейчас он пишет у меня показывают 6 мегабит получает по вай файл буквально опять 10 минут назад я проверял он 15 показывал до 13 на отдачу это значит кто-то может уже в этот момент из наших подключился и пользуется а если же мы подключим lan все будет у нас по кабелю так пинги довольно неплохие вот 50 по кабелю четко 52 мегабита раздает так что если вам нужен классный интернет пользуйтесь кабелем если в принципе вот для телефонов для гаджетов то то можно пользоваться по вай файл раздача интернета ну и зайдем по нашим настройкам здесь у нас мы мы видим и 60 2 как мы его настроили тут я не сильно не заморачивался по тонким супер настройкам что мы сделали смотрите вот я отключил его как мы подключаем выбираем прием или бричном выбрали сейчас он сканирует наших 60 2 сканирует вай фай сети в нашем селе и вот смотрите сколько мы видим наш вот она вводим пароль надеюсь вы не запомнили здесь четвертое уровень лицензии подразумевает что он бы может быть роутером и вот раздаем ставим роутер что он будет раздавать выставляем ему локальные адреса 1 ну там десятку и ну идешь себе сервис и применяем коннектимся все от нашего на эти со соседского мы получили эти адреса вот 100 200 810 и 62 децибела когда он там и для тестов подключали на крыльце было 55 децибел даже лучше было можно еще чуть-чуть тонко подстроить чуть позже уже на следующий день то сегодня темно это уже такое откорректируем дальше здесь все банально просто вот он раздает по кабелю нашему роутеру на роутере так а на роутере мы получается вот что мы сделали мы здесь раздаем как бридж ap можно там хома но если хома он будет как роутер раздавать для сепи адреса и все остальное когда мы вставляем брить что это означает что он как сквозняком проходит интернет айпи адреса все идут от нашего и сексе 2 2 а какие какие здесь у нас настройки первое мы выставляем нашу вайфай как он будет называться выбираем частоту сколько герц и ставим наш пароль на вайфай и начинаем раздавать вот вы видите уже сколько гаджетов у нас подключено к нашему роутеру и здесь все автоматик интернет применять ничего такого сложного можно конечно тонко там настраивать там заходить там firewall и все остальное я пока не заморачиваюсь что очень важно если вы с коробочки его распаковали то вам нужно зайти в users и забанить админ который идет без пароля это вход на ваш роутер и поставить какой-нибудь другой выставить ему full право и выставить пароль а этот отключить можно включить можно отключить чтобы никто не смог зайти на ваш роутер это очень важно для вашей безопасности ну в принципе все что мне не нравится скорее всего это глюк у нашего сексе 2 это уровень сигнала если вы посмотрите то здесь показано 64 децибела 70 вот скачет и потом какие-то минус там 3 миллиона и там подобное децибел это явный глюк и не знаю что что с ним делать скорее всего именно он глючит потому что на тех которые были в авдейске секс и 5 там такого не было там было четко показывал ты rx и tx сигналы а здесь почему-то этот 0 если кто-то смотрит стоящий и шарит в чем дело можете подсказать в комментарии я хочу это узнать тоже почему такой бах принципе все пользуйтесь надеюсь это видео было вам полезным подписывайтесь на канал коротко о своей жизни всегда до 2014 года я хотел заниматься велосипедами и купил весь инструмент для этого чтобы открыть там магазинчик какой-нибудь или веломастерскую и ремонтировать велосипеды и вы знаете все осуществляется только в изгнании пока магазинчика своего нету до устроился велослесарем и сейчас ремонтирую велосипеды работа конечно так с компьютерами интереснее но в принципе тоже можно заработать на этом деньги так что может быть следующее видео будет у нас про велосипеды как мы их ремонтируем но это пока не обещаю с вами был артем кошелев подписывайтесь на канал задавайте вопросы буду рад ответить до новых встреч какого фига 20 килобит мегабит разгоняйся быстрее давай 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 качать